В Кировском районном суде города Саратова проходит рассмотрение уголовного дела по части 5 ст. 327 Уголовного кодекса РФ в отношении Курихина Сергея Георгиевича. Защитник Батиков, защитник Морозов, представляемые интересы, вступили не так давно в рассмотрение данного уголовного дела в суде, ознакомились с материалами дела, сейчас будет происходить очередное судебное седание. Изучение уголовного дела позволило нам подготовить ряд ходатайств, в том числе ходатайства о возвращении дела прокурора для устранения нарушения уголовного процессуального законодательства, которое делает невозможным рассмотрение уголовного дела в суде. Мы внимательно изучили уголовное дело из того ряда, как я уже сказал, из нескольких ходатайств. На прошлом судебном заседании было заявлено одно ходатайство, которое сейчас будет рассмотрено. В дальнейшем мы, исходя из драматургии процесса, из того порядка, который мы установили, как защита, какие ходатайства мы будем заявлять, мы заявим другие ходатайства. Первое ходатайство касалось абсолютно простой и такой ясной для каждого юриста причины, причины ошибки, которая была допущена следствием, тому, что следствие не приняло в первый день возбуждения, не было принято дело производства. Естественно, само вот это неприятие дело производства перечеркивает все дальнейшее расследование данного уголовного дела. Об этом мы обратили внимание суда, прокурор попросил некоторое время на раздумья, сейчас мы послушаем доводы прокурора, согласимся с ними, если они будут, если прокурор поддержит наше мнение, или будем парировать мнение прокурора. И потом переведем к заявлению других ходатайств, если дело не будет возвращено. Кроме этого, естественно, по нашему мнению, уже и в суде допущено ряд нарушений. Так, предварительное слушание было проведено без участия подсудимого, чего в принципе не может быть, и Уголовный кодекс напрямую это запрещает делать. Кроме того, одно судебное заседание было проведено с присутствием подсудимого, но в отсутствии адвоката. Также закон запрещает это делать. Поэтому могу сказать, что изучение самого уголовного дела, многотомного уголовного дела, оно, само уголовное дело относится к преступлению небольшой тяжести, но следствие потратило много месяцев на растение данного уголовного дела, но при этом допустило существеннейшее нарушение, глобальное, фундаментальное нарушение уголовно-процессуального закона. Поэтому защита будет методично оставить права нашего доверителя, к нам будет заявляться ходатайство, и я думаю, что мы добьемся признания Сергея Георгиевича невиновным и полной его реабилитации по данному уголовному делу. Полагаем, что наше ходатайство о возвращении к уголовному делу в порядке статьи 237 ГУПК прокурору является мотивированным, законным, обоснованным. Мы надеемся, что данные ходатайства будут удовлетворены. По результатам рассмотрения данных ходатайства будет принято решение, я думаю, что суд должен оценить их в нашу пользу.